Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ренжин Сергей, и этот ролик посвящен трем самым популярным ошибкам в освещении интерьера. Если вы в данный момент находитесь в процессе ремонта или подумываете об этом, он точно будет вам полезен. Первое, самое популярное, ужасное решение, это, конечно, всеми наше любимое трех, пяти, восьми, рожковое, огромное, безвкусное, разноцветное люстра. Встречаем ее! Вот она замечательная! Она приблизительно в 8 из 10 проектов нам попадается. Это мы называем привет из 90-х, поскольку когда в 80-х и в 90-х годах и даже в 2000-х вариантов приобрести что-то кроме люстры не было, ремонты были ужасные. В то время было, конечно, очень актуально и было предметом большой гордости приобрести эту большую хрустальную или пластмассовую люстру, гордиться ей и, собственно, радоваться всю жизнь. Но сейчас у нас 2020 год на дворе и, поверьте, это абсолютно и 100% необязательная штука в вашем ремонте и в вашей квартире. Я совершенно не против люстры, но, как показывает моя практика, в 8 из 10 проектов, которые поступают к нам в студию, довольно неплохие дизайны интерьеров и применять там что-то такое большое, громоздкое и яркое, совершенно нецелесообразно. Если есть на что обратить внимание, классные текстуры, интересная мебель, зачем все внимание отжимать на люстру? Это совершенно необязательно. Поэтому совет может быть здесь только один. Если вы не можете ответить себе четко на вопрос, зачем вам люстра в вашей квартире или загородном доме, и почему именно в этом стилизованном решении эта люстра исполнена, не берите ее. Второе, по популярности из ужасных решений, стабильно и достаточно давно занимают всеми нами любимые светильники по периметру. Чаще всего эти светильники используются разных цветовых температур. Еще чаще там используются источник света галогенная лампа, которая периодически перегорает, создавая проблемы собственникам. И покупая замену галогенных ламп, люди периодически берут светодиодные лампы. На потолке получается такая световая вакханалия по трем причинам. Во-первых, светильники по периметру всегда создают световой ожог. То есть они светят исключительно вниз, они направленного света. Поэтому в любом случае справа или слева, там где они установлены, будет создаваться такой световой ожог, световое пятно. Но поскольку основной световой поток приходится не только на пространство под светильником, но еще и на стену, рядом с которым этот светильник установлен, их приходится устанавливать с маленьким шагом. А значит, нецелесообразно увеличивается количество в 2, в 3, в 4, иногда в 5 раз. Потому что 3-5 хороших, правильно расставленных, правильно подобранных, с правильной оптикой светильников может быть достаточно для хорошей освещенности. Даже для детской комнаты, там где коэффициент зрительной работы, он первый, достаточно высокий, чтобы зрение наших деток не портилось. Поэтому совет здесь может быть только лишь один. Если вы как-то можете повлиять на процесс ремонта в том пространстве, где вы сейчас находитесь, в квартире или загородном доме, или вы намерены его проделать, не используйте это решение светильников по периметру, потому что оно несовременное и нецелесообразное. Лучше равномерно расставьте обычные недорогие светильники, где они создадут хорошую освещенность и сделают вашу жизнь там комфортной. Третье по популярности, это световые решения на потолке. Когда мы используем ленту светодиодную, закарнизную или какие-то элементы света цветными. Мало того, что у нас нахлобучена огромная люстра, мало того, что по периметру у нас стоят светильники, которые дают световые ожоги и не дают нормальной равномерной освещенности по центру. И так, внимание, которое на 90% сфокусировано на потолке из-за огромной люстры по центру и из-за расставленных светильников по периметру, так они еще и переливаются разными цветами. Невозможно оторвать от этого глаз, и когда вы просто находитесь в этом пространстве, вы к этому уже привыкаете. Поверьте, любой дизайн интерьера убивает свет на потолке, если он не спроектирован отдельно как эмоциональный слой освещения. Поэтому мой совет заключается в том, что работать с цветом интересно, но нужно именно работать с цветом. Это совершенно точно должен быть отдельный эмоциональный слой освещения, который создает атмосферу. И невозможно использовать его как основной источник света, просто меняя режимы. Поэтому хочу сказать, что если цветные светильники расставлены неосознанно, они разрушат любую композицию дизайна интерьеров. В финале хочу сказать, что любое комфортное и красивое освещение — это целесообразное освещение и равномерное. Вот всего лишь два критерия, если вы будете выполнять, будет все хорошо, круто и комфортно. Надеюсь, этот ролик вам пригодился. Оставайтесь на нашем канале, становитесь его подписчиком и получайте самую актуальную информацию из мира светотехники.